Привет, друзья. Национальная идея России. Генератор будущего. Нет. Текст совершенно другой мне надо поставить сейчас, чтобы я начал с того стихотворения, которое называется «Проникновенность». На дне души такая безмятежность, такая пустота, такой покой, такая в глубине там бесконечность, безвременность и тайны сокровенности нуля, та непременность. Вот я живу, чтобы объединять людей, чтобы сохранить в человечестве целостность и чтобы в человеке сохранить целостность. И для этого я как раз таки вместе со своими коллегами, друзьями, сотрудниками, участниками Школы Человек Будущего, Homo Futurus, мы создаем окно в будущее. Мы создаем науку о человечности. Ну и метод саморегуляции ключ, почему приемы такие невероятно простые и эффективные. Ну просто потому, что они основаны на тех же самых инстинктивных действиях ваших или любого другого человека, которые он делает непроизвольно, снимая стресс и выходя на состояние творчества. Просто они мной осознаны, как специалистам, психофизиологам, рассказаны, как это делается. И каждый человек подбирает себе свой прием, который ему легче всего делать по зеленой зоне, по критерии минимального усилия, по принципу индивидуального соответствия. Подбирает себе эти действия, те же самые, которые сам делал. Но тогда он делал инстинктивно, теперь в виде упражнения, а потом и без упражнений. Захотел и стало так. Так вот это ключ к науке человечности. Почему я занимаюсь созданием науки человечности вместе с вами? Потому что давно все было сказано. И Будда сказал, и Моисей сказал, и Магомед сказал, и Христос сказал. Ну, все давно все сказали. Сказали, что хорошо делать человеку, и что плохо. И в заповеди все написаны. Ну, что там вроде бы думать? Ну, думать надо, потому что, во-первых, заповеди написаны. Как не делай того-то, не делай того-то, не делай того-то. Иначе в рай не попадешь. Но есть же еще атеисты. Атеисты, которые не верят в загробную жизнь. Они представляют себе Бога, не в виде какого-то живого существа, которое перстом указывает и отправляет, а в виде законов природы, как Эйнштейн, например, и как я, и как многие другие. Ну, которые тоже вот в своей глубине, когда они снимают с помощью приемов ключа, с этими простыми действиями, ну, снимают вот эту лишнюю суету в голове, и выходят на это состояние глубинной безмятежности души. На дне души такая безмятежность. То есть там нет смятения в голове, нет стресса, страха, комплексов и стереотипов. И выходят на состояние. Оно у всех же одинаковое. И вот это вот то, что у всех людей структура мозга одинаково устроена. По своей природе человек устроен, по законам природы. Наука человечности нужна. Потому что сегодня не только век науки, но наука дает гарантированные результаты. Независимо от того, веришь ты в это или не веришь. И независимо от того, мусульманин ты, уйдей ты, буддист ты или христианин, или атеист. Независимо от этого. И потом ведь не все полагают, что загробная жизнь есть. Не все полагают. Они-то делят ответственностью. Вот же в чем дело. Они-то делят ответственность с Богом, полагая, что за них Бог решит что-то. И вот на нашей земле, где Он должен делами своими, благими подкреплять, свои мысли хорошие. Как раз таки брать ответственность на себя, потому что Бог помогает тому, кто старается сам. Брать ответственность. Вот в этом же заключается суть. Наука о человечности, она описывает самые главные базовые качества человека, который, например, бы в идеальном виде, как, к примеру, исполнял бы все заповеди, какой бы он был. Какие качества у него были бы. Как он по своей природе устроен. Но он устроен как творец. Он не может не любить. Он заставил его не любить и не сможет. Заставить его не творить и не сможешь. Заставить его не сопереживать. Если он нормальный, он всегда сопереживает. Если он нормальный, он всегда хочет поделиться радостью. Если он нормальный, он имеет чувство признательности, чувство благодарности, чувство желания взаимопонимания. А если он, конечно, травмированный, если он больной, если он наркоман, Если у него мама болела, или папа наркотики применял, или был алкоголиком, ну, родился он такой, ну, он, может быть, агрессивный родился, что-то у него не в порядке, но мы сейчас говорим о том, что их лечить надо. А вообще, для нормального человека, нормального человека, чувство сопричастности с нечто большим, чем он, да, нормальный человек, он думает не только о себе, он болеет и о близких. Поэтому это еще и технология, и технология. Когда было сказано, люби ближнего, как самого себя, это еще и технология, потому что, если бы миллиарды людей не имели вот этой вот нравственной основы, вот этих общечеловеческих ценностей, так они бы все давно передрались. А для чего нужно, чтобы человек имел нравственность, имел эту внутреннюю культуру, сопереживания, любви, желания сотворчества? Почему это нужно? В отличие от животных, люди способны к идеалам, способны к самосовершенствованию. В отличие от животных, почему они к этому, в эволюции, почему у них такие качества развились? А потому что выживаемость. Самое простое объяснение у меня, с точки зрения психологии и философии, смысл в чем? Какой смысл в жизни у людей, которые любят свое дело, создают что-то, чувствуют от этого действия нескрываемый экстаз, вот лиши его делать то, что он любит делать, и уже начнет болеть. Какой смысл в этом вообще, в природе? А смысл именно в том, что выживаемость. Дело в том, что на уровне животных выживаемость, инстинкты самосохранения, то на уровне человека инстинкты самосохранения, например, бей, беги, оцепеней, а на более высоком уровне развития сознания, это уже созидание. А в чем смысл этого? В чем смысл в том, что человек, когда попадает в поток, когда он творит что-то, создаёт новое, чувствует счастье и смысл своей жизни, и хочет, чтобы это было у него? Зачем это вообще в природе? Выживаемость. Потому что человек не только обладает способностью к идеализации, к совершенствованию и к улучшению, но вот это помогает ему, создавая новое, создавая новое, защититься в условиях какой-то катастрофы, ну, например, вот этой неопределённости, как сегодня, вот этот коронавирус, как сегодня, или какой-то другой катастрофы, там, астероот упадёт на Землю, чтобы мы не померли все, как животные, как погибли мамонты. Мамонты-то здоровые были, сильные такие, чёрт возьми, а вот нету мамонтов, потому что у них нету вот этого качества, созидательности. Так вот почему, вот почему человек по природе творец, вот почему он открыватель нового, он создаёт открытия, открывает истины новые, он расширяет пространство, состояние своего понимания, и пространство, и земли открывает новые, мужчины открывают новые земли и новые истины, находятся на попечении у женщин, женщины нашей берегини, вот, и нам помогают в этом. И продолжение рода человеческого, это как у животных продолжение жизни на Земле, а у человека на более высоком качественном уровне, не будь у него способностей к созиданию, так все мы действительно, как маленькие биороботы, как животные, которые работают по инстинктам своих программ, мы тоже все погибнем. А вот Ноев Ковчег и остался же, Ноев Ковчег, и мы тоже, вот, Нои, у меня друг был Ной, в Израиле сейчас живёт, Ной Мусаханов, гениальный человек совершенно, который тогда мне рассказал очень интересную вещь, кто как складывает руль, да у кого палец внизу. У одного логика работает первично, а у другого чувство сердца. То есть, это говорит о том, он ближе, так сказать, к психостеническому типу, к аналитическому типу, у него первичный анализ, или логика, или первичная эмоция сердца. И всё дело в том, что это очень интересная теория. Жалко, что Наум сейчас меня не видит, а так бы я ему помахал рукой. А может, он посмотрит в компьютере, я ему позвоню завтра. Наум, как я тебя помню, как ты научил меня. Я был младше тебя, а ты мне сказал, хочешь быть умным, каждый день определяй понятия, возьми лист бумаги, возьми ручку свою и пиши. Понятия определяю. Поэтому я и созидаю науку человечности, определяю понятия. И мы там все вместе с вами созидаем эту науку. А зачем, если Моисей уже сказал, и Христос уже сказал, и Магомет уже сказал. Зачем нам эта наука? А потому что, во-первых, ответственность мы должны делить. И не только там, кто верит в эту потустороннюю жизнь, но и сейчас на Земле своими делами, поступками своими, закреплять наши мысли, иначе без благих дел никак у нас. Отношение к себе и к жизни не подтверждается, и жизнь не улучшается, и не будем мы защищены. Я вам хочу сказать такую вещь. Наука человечности, она, вот я сейчас конспектик маленький себе сделал, живу, чтобы объединять людей, чтобы сохранить человека и человека, независимо от страны, возраста, национальности и религии. За тысячи лет люди пришли к сознанию, чтобы сохранить человека и человечность, сознание и общий язык, что Бог един. Это был общий язык. Но по истечении времени этот инструмент стал причиной войн между людьми и зачастию людей. Фарисейство, которое вместо сути смысла духа, идеи стали подчиняться духу форме. Разрушился Вавилон, и соединить может общий язык, он объединит народы. Основа это как раз таки чувство бесконечности и безвремени. Когда суету снимаешь, выходишь на это состояние, ну да, оно у нас предусмотрено на восстановление, на перезагрузку мозга, как компьютер, когда завис в этой стрессе, в этой сути, в страхе и в этой неопределенности. Нужна быстрая перезагрузка. Чтобы она быстро происходила, нужно научиться по методу круч. Сначала эта разгрузка делается именно путем поиска синхронизирующих. Здесь, видите, я вот так вот сижу, вот так вот вредно покачиваюсь, иду по синхронизированию, ищу те действия, которые мне более приятны, по закону сохранения энергии, ищу путь наименьшего сопротивления. Ну да, много чего есть. И у нас есть эти инстинкты выживания, и мы это инстинктивно делаем, разные-то вещи. Но науке человечности как раз таки метод-ключ к науке человечности. А человечность как раз таки у нас от природы, от генетики. И каждый человек имеет свой генетический потенциал. Это его таланты и способности. И они у большинства людей находятся в спящем состоянии. Метод-ключ позволяет использовать энергию стресса для сознательного подключения, раскрытия этих ресурсов и способностей, чтобы решать задачи, которые раньше он решить не мог. Наука человечности сегодня всем нужна, независимо от национальности, религии, географии, вкусов, характеров, потому что только наука дает гарантированный результат. И доступна каждому. И реликам, и физикам. Потому что она будет писаться на языке понятий. А этому меня учил на ум. Молодец! На ум! Да, на ум. Понимаете? А его на самом деле зовут Ной. Ног. Ной. Видите, как все совпадает? Удивительно, да? Поэтому я и сказал однажды афорезом, что жизнь и есть само творчество. Если сократить из жизни все длинноты и повторения, это и будет наилучшее произведение. До встречи, друзья. Создаем вместе науку человечности. Все уже было сказано, но приходится повторять снова и снова на новом и новом языке, едином языке для всех людей и всех народов. И это будет воссоздание нового Павелона. До встречи.